Что такое стратегическое планирование и как реализовать подобный план в регионах, об этом шла речь на Всероссийском форуме инновации бизнес-образования, который уже в пятый раз открылся в нашей области. В Ярославль съехались около тысячи человек из 20 регионов Центра России. Традиционные участники – сотрудники федеральных и региональных органов власти, представители вузов и бизнес-сообщества. Россия сегодня требуется не просто традиционное прогнозирование, а современное видение архитектуры будущего. Прорывной план типа электрификации всей страны – Гоэл-Ро, который позволил бы сделать заметный рывок вперёд. Об этом шла речь на пленарном заседании форума инноваций бизнес-образования. Хотя закон о стратегическом планировании принят на федеральном уровне, многие признают, что вопросов пока больше, чем ответов. В закон о стратегическом планировании открыл ящик «Пандоры», в котором оказалось больше 200 тысяч документов. Возвращение, естественно, сразу закрыт этот ящик. Потому что, если представить, что всё это будет написано в бездолжной координации, то мы получим в то время рака ищуку, вавилмон, который не только не упорядочит развитие страны, но создаст и дополнительные проблемы. В сфере образования тоже наступает новая эра. В постиндустриальном обществе на первый план выходят дистанционные технологии и внедрение электронных форм обучения. Перед высшей школой стоит задача научиться сочетать лучшие академические традиции с новейшими технологиями. Бизнес, инновации и образование пока через точку, но мы считаем, что здесь должны быть другие знаки пропинания. И очень надеемся, что мы найдём решение, которое позволит как минимум поставить запятые в конце форума. И этот форум практиков мы должны определить пути развития в каждом регионе Российской Федерации. Ректор Демидовского университета уверен, нет ничего более практичного, чем хорошая теория. Но сегодня от научного открытия до его внедрения на практике бывает большая временная дистанция. Над её сокращением думают и работники высшей школы, и представители органов власти. Мы выбрали такие важные вопросы, как построение системы стратегического управления регионом, развитие проектного управления, развитие региональной информатизации, развитие системы образования. Это та тематика, которая была поднята регионами, заявлена регионами и поддержана федералами. Как прозвучало в одном из докладов, российская система управления устроена как маятник. При этом наша сильная сторона – умение быстро схватывать и перенимать новации, а слабое – желание жить не напрягаясь. По словам одного из лекторов, русский народ крепок на трёх сваях – авось, небось и как-нибудь. Пётр первый же, когда систему внедрял управление, поручение, входящее, входящее канцелярии, министерство ассамблеи, министерство чуть позже, тогда это была сверхпередовая система. И она хорошо работала. Сейчас в связи с сжиманием всего, понимаете, всё очень активно, очень быстро. И старая система, она уже не может это так хорошо отрабатывать. Из России продолжается утечка лучших мозгов. Аналогичная ситуация наблюдается и в Индии. Страна, которая теряет ценный человеческий ресурс, легко может стать неконкурентоспособной. Как удержать лучшие умы на родине? Один из путей – развитие регионов и качественное улучшение условий жизни людей. Нина Свечникова, Александр Быков.